Это совершенно новый завод для производства легких летательных аппаратов, вертолетов. С сентября месяца мы запускаем полностью этот завод и будем производить вот те вертолеты. Самый дорогой установки, самый сложный в обслуживании. Удобно. Обзор хороший. Нажимаешь две кнопки. И все. Потом включаешь натяг ременной передачи и полетел. Вот это лопасти старые, которые в огнозоподъемности нам считали и Харкавчане, а это лопасти новые. Там мы установлены стенд, где мы можем моделировать, испытывать и снимать. То есть, происходит проверка двигателя, вы его модернизуете, доводите до экспорта. То есть, головки цилиндров, цилиндры, водяное охлаждение. Сами выработали? Да, сами разработали и сами изготавливаем здесь, на нашем предприятии. И будет 100% проверка всех двигателей? Да, 100% согласно регламенту ГОСТа международных и наших требований. В зайвах, я смотрю, не деталей, ничего, да? Ну, национал остался тот же, даже больше. Но обзорная ситуация у нас увеличилась. За счет этого, если будет сидеть вместо второго пилота-разведчика, здесь разведоборудование, и мы оптико-электронный модуль, который, вы знаете, мы производим по лицензионке, повесим, мы можем днем и ночью снимать любые разведанные и контролировать сбоку любую ситуацию. И беспилотный вариант? И беспилотный вариант уже сегодня у нас зарабатывается. Мы сейчас полностью работаем над совком. Все нагрузки локализуются в рамках одного отсека. То есть, любое попадание не приводит к разрушению всего элемента. Вот здесь как раз идет трубчатая конструкция. Вот это уже шаг в 21-й век. Украина продолжает традиции своего известного земляка Сикорского. И в нашей стране створюются новые производства вертолетов разного класса. Всем известное такое мощное предприятие, как Мотор Сич. Но сегодня уже созданы в Украине шесть новых площадок из производства легких вертолетов. Только в Киевской области мы сегодня побывали на двух таких производствах. И хочу сказать, что молодые перспективные и конструкторы, и еврообничники сьогодні пропонуют как легкие вертолети для сектора безопасности и обороны, которые могут использоваться и в прикордонных войсках, и для локализации чрезвычайных ситуаций, для разведки в Збройных силах, для выполнения окременных боевых тактичных задач, то есть разные модификации. Но на что я хотел бы обратить внимание? Это очень перспективный направление вертолетового производства именно для безопасности, а для цивильного сектора нашего государства. И в целом свете все больше и больше вертолетов используется как эффективный и удобный транспортный способ. И именно в Украине уже пришел час поделиться самым на вертолет, как какой-то дивовижный устрой. Больше того, вы знаете, у нас много проблем с строительством дорог, много планов, они тяжело реализуются. Что интересно, небо у нас самого лучшего европейского возраста. В небе не нужен ямковый ремонт и тяжело вкрасить на этом гроши. И поэтому легкие вертолети, вертолети ризного выполнения, они сегодня очень могут пользоваться попытом. Причем, что интересно, цена, которую предлагают украинские вертолетики, она не порядок ниже, чем за кордонный аналог. И вертолети, которые мы сегодня добились, они уже по кишени среднего предприятия. Но в чём есть проблема? У нас полностью не готова инфраструктура для использования вертолетов как транспортного способа. В тот же время много стран идут с развитием вертолетовой инфраструктуры. Площадки створюются, створюются заправки, створюется инфраструктура, ну и спрощается использование повествия, что в Украине достаточно серьезно регламентовано для приватных вертолетов, самолетов то что. Субтитры создавал DimaTorzok